Здравствуйте! Плотность информационного потока такова, что нам, похоже, надо переходить на круглосуточное вещание. Вчера главной хорошей новостью стало, конечно же, задержание, предъявление обвинений и последующий домашний арест ректора Ронхикса Владимир Мау. Это не просто какой-то либеральный воришка, не просто друг Гайдара, Чубайса, Мишустина, но это руководитель одного из двух главных серпентариев, главных инкубаторов всех системных либералов, цифровиков, методологов, то есть всех тех, кого мы называем партией сливы страны. Все они либо учились, либо учатся, либо преподают в одном из двух мест, в Ронхиксе или в высшей школе экономики. И вот сейчас по этому центру нанесен мощнейший удар. Поэтому это уже не сигнал, это уже объявление войны. Что же касается войны настоящей, горячей, то здесь все как-то не слава богу. За последние сутки интернет-сообщество было потрясено как минимум дважды. Во-первых, когда выяснилось, что среди обмененных военнослужащих не менее трети, это экстремисты из полка АЗОВ, которые, кстати, очень своевременно почему-то не дали включить в перечень террористических организаций. То есть заседание суда почему-то было сорвано. Видимо, потому что террористов нельзя обменивать. Министерство обороны заявило, что обмен был произведен по личному указанию президента Путина. Интересно, а президент Путин об этом знает. В частности, в том, что его обвиняют в том, что он велел обменять АЗОВцев. Есть сомнения. Сомнения вызывают и другие детали. В частности, говорилось о том, что все обмененные нацисты были ранеными или даже тяжело ранеными. Но, позвольте, с каких-то пор ранение освобождало от ответственности за воинские преступления. Примечательно, что ответственный за связь Путина с народом Дмитрий Песков уклонился от разъяснений и комментариев. Второй сюжет связан с выведением с острова Змеиной, это в Черном море неподалеку от Одессы, российского гарнизона. Не будем вдаваться в какие-то военные споры. Хотя, конечно, остров занимал стратегическое положение и обеспечивал возможное наступление на Одессу. Но, действительно, если он находится в зоне поражения ствольной артиллерии, был ли смысл его удерживать? Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, как была подана эта военная операция в СМИ. А подана она была дословно как «жест доброй воли». Представляете, это на фоне саммита НАТО, где Россию проклинают, где Россия по факту объявляет войну, где спикеры НАТО открыто говорят, что будут поставлять на Украину любое вооружение, включая самолеты. На фоне того, что нас пытаются исключить даже из Совбеза ООН, мы делаем какие-то знаки доброй воли, жесты доброй воли. В такой ситуации неудивительно, что все общество от солдатной передовой до последних диванных аналитиков, безусловно, заговорит про договорники и про всевозможные схемы. Начиная от турецких схем по вывозу зерна, до обещания не бомбить нефтяные платформы. И сама безответственность людей, отвечающих за информационную политику, людей, позволяющих себе вот такие вбросы, очень напоминает диверсию. При этом в сфере экономики Россия, как ни странно, чувствует себя достаточно уверенно. Не случайно министр иностранного дела Лавров даже позволяет себе шутки в своем обычном стиле на тему того, что железный занавес, который строят западные страны, может отдавить что-нибудь жизненно важное у самих тех, кто его строит. А СНН открыто заявляет, что у Соединенных Штатов заканчиваются стратегические запасы топлива, и что через пять месяцев литр бензина будет стоить порядка 125 рублей на наши деньги. Это при том, что еще недавно он стоил 25 рублей. Мало того, даже российское правительство внесло вчера в Думу законопроект об обеспечении спецопераций за рубежом, который правильнее назвать о мобилизации экономики. Это вполне здравая инициатива. Но это все про экономику. А вот про самое важное, про идеологию, как-то все забывают. Разумеется, противник пользуется нашими провалами, нашими слабостями в этой сфере. И это, конечно, отнюдь не способствует ни укреплению тылов, ни укреплению морального духа армии. Между тем, противостояние России с коллективным западом подходит к своему Эншпилю. И вот буквально на днях рассказывал детям про сербский национальный праздник Видов-Дан. Это день битвы на Косовом поле в конце XIV века. Когда сербское войско сразилось с превосходящей их турецкой ратью. И вот есть такая легенда, что накануне этой битвы сербскому королю Лазарю явился ангел. И предложил либо земную славу, которая быстро закончится, либо вечную небесную славу. Лазарь выбрал второе. И именно это позволило сохраниться сербскому народу, сохранить ему свою веру, свою культуру, свою самобытность до сих пор. В отличие от многих других народов Европы, которые стали просто каким-то сексуальным меньшинством. В истории России тоже не раз случались подобные моменты. И вот сейчас мы, похоже, снова приближаемся к этому водоразделу. И каждому, вне зависимости от занимаемой должности, положения, состояния, придется делать свой выбор. Наш выбор очевиден. Мы выбираем ценности и веру. Оставайтесь с нами. Продолжение следует...